Ильич Ельцин, первый президент России. С этим званием он навсегда вошёл и в историю страны, и всего мира. Ушёл из жизни человек, благодаря которому началась целая эпоха. Родилась новая, демократическая Россия. Свободная, открытая миру государство. Государство, в котором власть действительно принадлежит народу. Силы первого президента России заключались в массовой поддержке его идей и устремлений гражданами страны. Благодаря воле и прямой инициативе Бориса Ельцина была принята новая конституция, провозгласившая права человека высшей ценностью. Она открыла людям возможность свободно выражать свои мысли, свободно выбирать власть в стране, реализовывать свои творческие и предпринимательские планы. Эта конституция впервые позволила начать строительство реальной, эффективной федерации. Мы знали Бориса Николаевича как мужественного и при этом сердечного, душевного человека. Это был прямой и смелый национальный лидер. И при отстаивании своих позиций всегда был предельно откровенен и честен. Борис Ельцин брал на себя полную ответственность за всё, к чему призывал, к чему стремился, за то, что пытался сделать и делал ради страны, ради миллионов россиян. И все беды и все невзгоды России, трудности и проблемы людей он неизменно пропускал через себя. И сегодня я выражаю самые искренние, глубокие соболезнования Наине Иосифовне, родным и близким Бориса Николаевича. Мы скорбим вместе с вами. Мы сделаем всё, чтобы память о Борисе Николаевиче Ельцине, его благородные помыслы, его слова «берегите Россию» всегда служили нам нравственным и политическим ориентиром. 25 апреля 2007 года объявляю днём общенационального траура. Скорбные заявления по поводу кончины Бориса Ельцина звучат из уст многих лидеров СНГ. Все они сходятся в одном. Первого президента России будут помнить всегда. В ответственный момент он сумел уберечь страну от анархии и гражданской войны. Благодаря Борису Ельцину на карте мира появилась новая независимая Россия. Он был действительно россиянином. Он это слово как-то по-особому употреблял всегда, россияне. Он любое решение, которое мы подписывали, обсуждали, рассматривал его только сквозь призму стратегических коренных интересов России. Он внешне не казался демократом, не казался, но делал очень многое для того, чтобы другие люди жили демократично. То, что в России существует демократический строй, основой этого демократического строя заложил Борис Николаевич Ельцин. Исторической фигурой, положившей начало кардинальным временам России, называют Бориса Ельцина ведущие политики мира. Свои соболезнования в связи с его кончиной уже выразили президент США Джордж Буш, премьер-министр Великобритании Тони Блэр, лидер Франции Жак Ширак и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Я выражаю свои соболезнования и хочу сказать, что Борис Ельцин был мужественным борцом за свободу и демократию и верным другом Германии. Мы не забудем его вклад в развитие отношений между нашими странами. Он провел Россию через переходный период, и его место в российской истории бесспорно очень велико. Он спас демократию в России. Он был верным другом, надежным для всех нас. Его личность была неоднозначной, но на него всегда можно было положиться. Он держал свое слово и никогда не давал нам почувствовать, какой сложной была история отношений между нашими народами. Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел официально повестить зарубежные страны о дате похорон Бориса Ельцина. Согласно указу Владимира Путина, церемонии прощания с первым российским президентом будут транслировать в прямом эфире все общероссийские теле- и радиокомпании. За развитием событий продолжайте следить на Первом канале.